Почти 2000 мячей в ближайшее время могут остаться без работы. Такие данные службы занятости предоставили работодатели. А по информации Омскстата, эта цифра значительно выше. Сокращения ожидаются почти во всех отраслях, от транспорта и торговли до тяжелой промышленности. Уже сейчас количество обращений службы занятости в несколько раз больше, чем в начале прошлого года. Дмитрий Ковалев отправился на биржу труда и выяснил, почему даже квалифицированные специалисты рискуют остаться без источника дохода. За три года историк Евгений Круглов успел освоить несколько профессий. От курьера до оператора колл-центра. Но работу ни по душе, ни по специальности так и не нашел. И теперь основной заработок мяча – фотография. Предложение, которое чаще всего попадается, это либо зарплата некудышная, либо требует подготовки особой. Допустим, нет смысла пытаться идти что-то связанное с кулинарией или с каким-то станочным оборудованием. Сейчас в Омске, по официальным данным, доступно 21 тысяча вакансий. Это все, что есть в информационном банке областной службы занятости. В основном требуются преподаватели, медработники, бухгалтеры, кадровики, а также слесари, монтажники и сварщики. Казалось бы, список большой, но в службе занятости всегда очереди. С начала 2017 года на биржу труда обратились 4,5 тысячи мячей. На 500 человек больше, чем в начале прошлого года. Но в ведомстве это не связывают с сокращениями или безработицей. Мы располагаем теперь большим количеством вакансий, поэтому граждане идут для того, чтобы найти работу. Нельзя сказать, что это массовые высвобождения и так далее. То есть здесь ситуация на рынке труда остается стабильной. При этом 3 тысячи человек с начала года уже получили работу. Остальные получают пособие. Минимальное – 977 рублей в месяц. Но оно может быть и больше. Это зависит от того, какая зарплата и какой стаж был у безработного. Максимальный размер выплаты – 5600 рублей. А самая большая зарплата, которую официально предлагают в службе занятости – больше 100 тысяч рублей. Для электросварщика первой категории. У большинства соискателей запросы куда скромнее. Они готовы работать за 25 тысяч рублей в месяц. Не только в Сибири, но и во всех остальных городах по России заработные платы сильно не меняются. Компании заявляют, что они готовы индексировать. Это в среднем половина компаний. Но все-таки основное оставляют решение по решению руководства. То есть будет ли оно. При этом, но это в 2015 году и часть в 2016, некоторые компании убрали ряд бонусов. Эксперты обнадеживают. В ближайшие несколько лет количество вакансий будет только увеличиваться. Несмотря на кризис, компании вошли в превышенный режим работы и открывают новые ставки. Но сейчас, как и несколько лет подряд, самые популярные должности – это менеджеры по продажам и специалисты по IT. Дмитрий Ковалев, Анатолий Серов и Павел Хадынский. Новости здесь, Омск.